Привет! Привет! Мы сегодня с вами обсуждаем тему такую очень интересную в нашем новом летнем составе с уехавшими в Израиль ребятами. Тему такую, в общем-то, где мы можем увидеть Бога в мире. Какие есть доказательства, помимо того, что мы с вами привели на самое первое. Какие еще есть тому доказательства и какие есть вообще еще какие-то пути увидеть всю эту историю. Это наша тема. Вот это то, что мы с вами уже прошли. И здесь мы с вами... Самое первое, это было очень круто и сильное доказательство Истинности Тора. Сейчас, наверное, может быть в конце концерта мы с вами повернемся. Сегодня то, что мы обсуждаем, эта тема она, в общем-то, логически, наверное, самая первая. Да, то есть, в общем-то, вообще, о Творце, с чего мы берем, что есть такая тема. Да, то есть, есть, наверное, люди, достаточно много, которые скажут, что это либо нельзя доказать, да, либо не требует доказательств, либо это требует веры, либо и так далее, и так далее, и так далее. Но это мы как бы делаем для тех, кто хочет каких-то рациональных подтверждений под эту тему, да. Либо для тех, ну, в принципе, для всех здесь будет очень много разных интересных моментов. В общем, вопрос теперь дальше, что за доказательства мы ищем? Как эту тему вообще, как к ней можно подходить, и как ее можно доказать, да? Если Бог, это что-то нематериальное, внемировое такое, некое понятие, как мы можем из этого мира приняться за доказательства, да? Очевидно, что эти доказательства, они все будут как бы косвенные, да? То есть, как Линкольна никто не видел, но у нас есть какие-то доводы относительно того, что он есть, или Наполеона, или Цезаря, да? В общем-то, как-то так же, только косвенно мы можем об этом говорить, да? Плюс-минус. То есть, напрямую пощупать не получится. Теперь, да, то есть, из мира, это то, что говорит Рафтадс, да, что из мира, вот из всех доказательств, из многих, которые я сейчас приведу, мы просто увидим, что из мира можно увидеть, что Бог есть, ну, как бы, какой Он, и что Он от нас хочет, это из мира увидеть нельзя, это можно увидеть только из Тории. Но, что можно, да, увидеть из мира, это понять, что есть Бог, и получить какое-то вот это понимание, это понятие, какое-то зарядное, друзья. Теперь, маленькое предисловие, да, это мы уже говорили, да, нельзя доказать, это маленькое предисловие перед тем, что было, да, вообще, в принципе, нельзя доказать, что чего-то нет, нельзя доказать, что чего-то нет и можно доказать, что что-то есть то есть изначально сказать, что Бога нет это полностью иррациональная позиция можно сомневаться сомнение в этом плане может быть иррациональной позицией а сказать, что нету это мы уже обсуждали технически невозможно полный артеизм, он в общем-то иррационален и цель наша это не то, чтобы доказать если кому-то будет интересно можно по любому доказательству сесть и сесть и заняться по любому из этих доказательств можно сесть и заняться вплотную можно сесть и заняться вплотную да ну что мы сейчас стремимся здесь делать какие-то мы войдем вглубь с какими-то мы просто по верхам ознакомимся чтобы вы просто были в курсе что такие доказательства такие понятия существуют убрать саму идею в общем основная задача убрать саму идея есть такое поверье что эта тема иррациональная да в принципе то есть что вера в бога эта штука иррациональная и типа верят только люди слабоумные ну это в общем там кто это ленин говорил много кто говорил ну и плюс показать что этих доказательств их огромное количество почему-то с доказательствами есть некоторые здесь проблемы мы уже обсуждали потому что потому что это поэтому я давал прошлое занятия насчет выгодно-невыгодно потому что ну то есть был там один парень да он ко мне пришел говорит докажи мне надо было я понял мне надо было просто вначале спросить а я докажу ты начнешь соблюдать мне надо было ультиматум поставить потому что в конце ну я ему привел всего вот всю вот эту первую тему которую мы с вами прошли я ему четко разложил такой да есть доказательств и ушел довольный и что-то изменилось ничего не изменилось то есть от мозга до сердца далеко да поэтому есть такое понятие как вера вера это приверженность как бы синхронизация воли и действия с сознанием да то есть мы приводим их для того чтобы убрать вот эти вот определенные затыки и вопросы но как бы вопрос он всегда остается в эмоциональной все равно волевой сфере то есть кто не захочет кто не захочет это принимать он не примет и найдет есть о том мне当然 кто знает никак как отказывать как отмазаться офисите супер хорошо почему мы в общем то этим занимаемся есть одна тема тема это сказано о пирке вот знаешь что ответите пикой кто знает, что ответить отрицающему основу веры. А наша вера в Бога – это, в общем-то, основа, основ, да, то есть, что Бог есть. И говорит Рамбом, что первое заповедь Торы – это знать, что есть Бог. Ну и, в общем-то, Рамбом очень много занимался этой темой, он приводил два первых доказательства, которые я здесь буду, и может быть, еще пару. Рамбом сам приводил. Все, все готовы? Мы сейчас занимаемся с вами. Все готовы? Готовы? Тема первая. Это называется космологический подход, космологическое доказательство. Сейчас расскажу. Космологический подход. Что это такое, кто-то знает? Идея. В учреждении, что такое, что это такое? Космополитическое? Космологическое. Не заставишь нас встретиться. Это тема идей из начала, что у мира есть начало. Рамбом тот же. Мир либо вечен, либо… Ну, когда он ведет свою дискуссию, встали, с философией Аристоселя, да, но и мир либо вечен, либо создан во времени, то есть имеет начало. Тогда он без сомнений имеет создателя, который создал его во времени. То есть, ну, простые причины – следственные связи. То есть, вот эта штука взорвалась, да? Она почему-то взорвалась. Ну, вот и все. Теперь, смотрите, да? Хокин. Ну, это все просто текст. Что он сказал? Многим людям не нравится мысль о том, что время имеет… Это в каком вопросе он сказал? Что время имеет начало, ты, салон? Может быть, потому, что от нее недалеко до идей божественного вмешательства. Идем дальше. Многим людям не нравится мысль о том, что время имеет начало, то есть, что у мира был момент творения, потому что это недалеко от идеи божественной, вообще, всей этой темы, да? То есть, для всех людей, которые использовали науку как метод отрицания Бога, для них это был некоторый облом, потому что они пришли к выводам, которые евреи говорили там, три с половиной тысячи лет назад, да, с тех пор и до сих пор. Прикол в том, что, да, что… Ну, сейчас дойдем. Понятно, да? Идея, понятно? Да. Мне понятно. Тебе понятно? Они эффект не занимают, да? Если у мира есть начало, то для атеиста… То есть, до этого святу лишь у мира начала нет, что он лично и прошлое. Теперь пришла вот эта вот штука и догадались, что у мира есть начало. Это сразу создает проблему для всех таких атеистов, которые пытались двигать атеизм, потому что это то, что написано в Торе, и если у тебя есть начало, кто-то должен был всю эту тему создать. Да, он говорит, поэтому, видимо, людям это не очень нравится, потому что это как-то вызывает некоторых подозрений на божественный начало в свой мир. И цитата еще веселее. Джес Троу – это человек, в общем, один из самых главных, который двигал всю эту тему в большом своем и так далее, который один из первых – это, в общем, занимался всеми эти открытиями в New York Times Magazine. Событие принимает чрезвычайный странный оборот, неожиданный для всех, кроме теологов, всегда опиравшихся на слова Торы. Вначале сотворил Бог небо и землю. Ну, это, в общем, окей. Для ученого, никогда не сомневающегося в могуществе разума, развязка должна напоминать кошмарный сон. Всю жизнь одолевал он тернистой и кручей науки, и вот заветная вершина близка. Еще усилий, вступив на нее, он видит компанию теологов, и спокойно сидящих, где уже далеко не первая столица. Понятно. Ну, это как бы дать задавка, да? То есть, это, ну, аллегория такая, да, что они лезут на горы этим разумом и залезают, а там сидят такие, и все понятно, да, уже давно сидят теологи. То есть, смотрите, у нас была такая проблема, в общем, до середины 20-го века или еще пораньше, да, все считали, что мир вечный. Это была научная позиция, да, до, грубо говоря, до середины 20-го века, мир вечный в прошлое, начала нет. Ну, и конца нет. Ну, так вот было. Это доказал Аристотель. Аристотель жил там 350 лет до нашей эры, да? Он как бы это философски обосновал. Теперь, теперь, очень... Ну, ты хочешь залезть в философию Аристотеля, можно лучше Рамбову посмотреть критику, но тоже очень интересно. Это он говорил про Эдосы? Теперь, а? Это он говорил про Эдосы? Ну, я думаю, он, это у любой деленки, ага про вот это все. В общем, прикольно, что получается, там, сто лет назад, да, Рамбам было очень весело, да, и помимо того, что они там объясняли все относительно Бога, вот эту всю эту тему, приходилось доказывать вообще, что у мира было начало, как-то это объяснять людям. Потому что, в общем-то, общепринятая более-менее позиция была, то, что начала не было. Мир вечный в прошлое, и все. Мир вечный в прошлое, никто его не создавал. У мира есть начало, мы упираемся в вопрос, а в чем причина, а в чем взорвалось? Супер. То есть, само доказательство, оно очень простое. Что-то началось, так в чем причина? То есть, весь мир, это причинно-следственные связи. То есть, вы сюда пришли, есть причина. Есть стакан, почему? Потому что человек хотел пить. Почему он хотел пить? Потому что есть потребность пить. Зачем пить? Потому что, чтобы обеспечивать. Причинно-следственные связи. В этом мире так устроено все. Про любую вещь, теперь ограниченную во времени или в пространстве. Я спрашиваю, а что она началась? Вот эта штука здесь стоит. Она почему-то здесь стоит. Были какие-то внешние действия, что ее сюда поставило. Были какие-то соображения в голове, что вы сюда пришли. Все причинно-следственное. Теперь, если что-то имеет начало, у меня возникает вопрос. Почему штука началась? Весь мир начался, если у него есть начало, я упираюсь в вопрос, а что вдруг. Причина-то в чем? Почему началось? Ну и здесь не будем обсуждать вот это, типа, кто создал Бога и бесконечный. В общем, там это отдельный вопрос. То есть, первая причина, она не может иметь причину. В общем, мы это сейчас не будем повторить. Тема интересная. Так вот, получается, что в сегодняшней картине мира нет никаких объяснений начала трех самых главных точек, которые вообще есть во всей истории, которая регламентируется, которая существует. Каких трех главных точек – это взрыв, жизнь и сознание. Вот эти три вещи, то есть, получается, с этих трех точек начинается отсчет вообще всех знаний человека, отсчет всех понятий. Но об этом почему, то есть, как можно строить теорию, если ты вообще не имеешь никаких представлений, как это появилось. Ни почему взорвалось, нет никаких представлений. Ни как мертвое может превратиться в живое, нет никаких представлений. И не как сознание, ну, как вдруг у человека, кого-то там, да, не знаю, в каком там он состоянии был. Почему вдруг появилось сознание? На эти все три вещи… То есть, а это три начала, если ты не знаешь про начало ничего, то сложно говорить о чем-то дальше. Хорошо, у этого всего есть причина. То есть, это, ну, понятно. Да, значит, это кто-то начал. Извне системы. Потому что внутри системы эти вещи не объясняют. Мы сейчас занимаемся тем, какие вообще есть доказательства того, соображения относительно того, что есть Бог. Что есть, что есть Бог, что есть Создателем мира, как мы можем увидеть это из мира. Ну, то есть, ну, понял, Ладьер, да? Основой значок, какие есть доказательства того, что есть Бог. То есть, мы привели самое… Из самого начала. Самое первое, относительно того, которое доказывает и Бога, и Тору, оно самое прикольное. Да, мы смотрим вообще, какие в истории, какие в принципе есть… И там всяческие пути, просто через… Да, ну, то есть, есть ряд доказательств. Есть научные, есть какие-то соображения, логики, и так далее. Первое это было из начала. Второе называется телеологическое. Кто знает, что такое телеологическое? Ну, одна… Тео, ну, типа, одна. Нет, теле на греческом – это цель. Цель. Доказательства из… Знаешь, там пару букв поменять и… Доказательства из цели. Он начал дуть? А, такое. Нет, да. Я ничего не понимаю. А не начинать. А может, даже маленький, для этого. А не поможешь. Ну, лучше не станет, наоборот, сожжать. Нет, да, я просто… Что это такое? Это мидраж. Горячий зам. Слышали, о нем такой мидраж? Нет. Горячий зам. Горячий зам. Горячий зам. Сказал Равиц, как я просто… Сейчас мы подходим к этому доказательству, где просто и про это. Сказал, это берешит раба. Сказал Равиц, путник увидел охваченный пламенем замок и спросил себя, как может быть, чтобы не было у этого замка следящего за ним, ну, и создателя этого замка. И тогда явился ему владелец замка и сказал, я хозяин. Так Авраам, наш праотец, спросил, разве может кто-то сказать, что у этого мира не было построившего и надирающего за ним? Тогда тот, кто превыше всех, да благословится имя его, явился Аврааму и сказал, я хозяин мира. Здесь главное ключевое слово, от которого мы сейчас будем отталкиваться, это, в общем-то, ну, архитектор, да, тот, ну, разве может, чтобы у этого мира не было построившего? Сейчас посмотрим, почему без него никак. Самый известный момент на эту тему, это, может быть, вы слышали, это часы ты нашел на Луне или в пустыне. Что? Еще раз. Часы нашел ты на Луне или в пустыне? Находишь часы лежат. А, ты моделируешь ситуацию. Известная смоделирование. Известная смоделирование ситуации. Находишь часы в пустыне? Да, до пустыни. Так, сложный механизм вот этот вот, да, все. И сейчас про сокрытие. Нет, не про это. Это не про это. Теперь, ты можешь, ты можешь прийти к выводу, к какому? Ты можешь прийти к выводу, что был часовщик, создатель часов, потому что это сложный механизм, и сложные механизмы не возникают с нами, с собой. Либо ты можешь прийти к выводу, что в результате миллиардов лет образовались часы, которые, в общем, заводятся и ходят. А может, это кто-то потерял? Может быть, это кто-то потерял. Да, но был часовщик, был человек, который их носил, который их потерял. Это, в общем-то, логичное предположение в ситуации, когда мы видим очень сложный механизм. Механизмы, которые существуют в мире и в естественной природе, сложнее часов в миллиарды раз. И это мы сейчас посмотрим. Но это как бы основная вот эта тема. Может ли быть так, что у этого мира нет его построившего? Так вот, то есть, невозможно предположить про эти часы, которые ты нашел, что они, ну, как-то сами, ну, то есть, ну, должен быть организующая сила создателя этой темы. То есть, сложность вот этого мира, она вообще поражает и сводит с ума, да? Биология, химия, все, все. То есть, там сложность часы, телефоны, просто ничто не сравнится, а мозг это самая сложная структура, ну, то есть, он сложнее, чем вся Вселенная, в принципе. Например, ДНК. Способность ДНК хранить информацию намного превосходит какую-либо из известных систем. Она настолько эффективна, что вся информация, необходимая для того, чтобы описать такой сложный организм, как человеческий, весит меньше, чем несколько миллиардных долей грамм. Информация необходима, чтобы описать все виды организмов, когда-либо существовавших на нашей планете, может уместиться в чайной ложке. И сейчас они эти места для информации, содержащейся во всех когда-либо написанных книгах. Один там код, вот этот пазл ДНК, это будет целая библиотека информации. Ну, целые, огромные-огромные стопки книг, да? Вот, теперь давайте посмотрим видео. Сгородать до НИЧа. Я немножко пролистаю, если я гибаю, это лейкоциды, видно? Сейчас. Изначально, какой-то инопланетянский нереальный мир. Один из ученых, я видел, он писал, что если взять, что если вы захотите рассмотреть клетку во всех деталях, вам придется растянуть ее до размеров Лондона. И перед вами представится нереальный корабль, просто с невероятной детализацией, со сложными какими-то сверхсистемами. Ведь вот эта платформа, на которой там есть какие-то протеи... Ну, в общем, да? Сумасшедшие... 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 Это все внутри... Это все... Это все внутри клеток. Я видел, что там механизм, как ДНК расщепляется. Это просто какая-то сумасшедшая вещь. То есть, это какие-то сверхсложные системы, просто... Ну, то есть, совершенно нереальные системы. Я на какой-то миг тут строил. Вообще, ну, гляньте, да? То есть, это вообще ни в одном кинофантастике такого нет. Теперь в одном человеке сто тысяч миллиардов таких клеток. С каждой этой клетки происходят, видимо, миллионы вот таких вот всяких сверхсложных процессов. То есть, это миллиарды, миллиардов процессов вот таких вот, да? Каких-то просто, которые непонятно как организованы, непонятно как это все работает. Это кто-то должен помогать. И люди... Ну, то есть, сегодняшний, да, например, научный мир, то есть, кладут миллиарды долларов, миллионы людей на то, чтобы понять некоторые схемы, которые здесь работают, да? То есть, все человечество вкладывает огромное количество денег, то есть, сам мозг, он не способен понять вообще, из чего мы сами состоим. Вы на эту классную играете? Это просто, ну, это, ты представляешь, чем ведиатр? Что это такое? Ты глянь. Соня, это твой внутренний мир. Нет. Это какое-то насекло, я не знаю, что это. Это протеин, который переносит другие вещества. Да он не съел, да. Такой нормальный, парень, не спешит. Все равно микроскопус. Ну, хочешь, зайдите, да. Вот такой вот хронологии, типа, он берет и несет эту штуку. Конечно. Зайди, да, да, смотри сам. Видео бесконечные коллеги. Зайди, да. Ну, что, самое, самое... У него там маленькие ножки, который он так, клап, клап, так под рукой, на другой трубочке такой несет. Самое нереальное, это, ну, посмотри вообще, это с интерьевой, ну, вот это в биологии учили, да. Самое нереальное, то, что я смотрел, здесь этого нет, это ДНК, как оно работает. Там просто, ну, то есть там зашифрованное нереальное количество информации. Там такая мясорубка, которая ДНК, да, берет, проворачивает, через ка, делит на два. Там они соединяются обратно по две. И там одно, одна ошибка, то есть там, и там их миллиарды вот этих ключиков ДНК. Одна ошибка, ну, там, несколько, немножко ошибок, весь человек инвалид. Или вообще не рождается. А ты это слышал? И этих процессов происходит в миллиардах, сотен миллиардных клеток, во всех клетках одновременно. Слышал? Ну, у него точек. Вот, смотри, 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 сейчас очень прикольно. Смотри, смотри, смотри. А, нет, сейчас, сейчас походу будет. Давайте посмотрим, вот, вот, это очень прикольно. Глянь, глянь. Вообще, какой-то нереал, да. И это, как бы, не просто какая-то фигня происходит. Это все целенаправленные процессы для обеспечения работы жизни. Если один процесс ломается, ну, и, как бы, это происходит в каком-то количестве клеток, организм умирает. Да, самое большое. Вот она, сама большая жизнь. Вот она, самая большая. То есть, миллиарды клеток в человеке работают на то, чтобы он просто существовал. Просто миллиарды, миллиардов процессов вот таких происходит просто на то, чтобы вы просто, ну, то есть, один микромиллиметр, один микромиллиметр, один микромиллиметр вашей кожи сложнее, чем вся вселенная вместе взятая. Ну, такая. Вот и последний, сейчас мы списываем. Вот, смотрите, вот это тоже, смотри, 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 смотри. Что, смотри, 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 смотри. Все разные микроэлементы, все разные питательные вещества, протеины, белки, все эти. Самый важный вопрос, кто ты заснял? Вот это все, что ты слышал, первое, это все гарантирует. Это все будет микроскопом. Посмотрели, смотри. Смотрите, теперь легкие человека, если вот эти вот все наполнения, всю поверхность их развернуть, то легкие вот эти маленькие, они площадью, внутренняя площадь легких, как теннисный корт. Для того, чтобы кислород усваивался. Сосуды, сосудов в человеке, 100 тысяч километров, это значит обмотать землю 2,5 раза, экватор. 100 тысяч километров сосудов сейчас тебе, сердце туда качает кровь. А ты сидишь. 100 тысяч километров сосудов. Ну, просто они маленькие, понимаешь? Все совмещаешь, 100 тысяч километров, ну, как бы, системы... Ну, знаете, это суперизвестный фактор. Это вроде бы не сосуды, а нервные окончания. Не, не, это про сосуды. Это про кровеносную систему. Теперь, глаз, это камера, да, сверхсложная с фокусировкой различными там сверхсложными механизмами на 127 миллионов светорецепторов. Сердце прокачивает 6 тонн в день и делает сколько это? Миллиард, видимо, ударов за жизнь, да. В теле 100 тысяч миллиардов клеток. Мозг – это самый сложный объект во Вселенной вообще, который, ну, в общем, нет идей, как он работает. Возникновение человека и всей вот этой сложности случайным образом – это вот такая степень. В математике степень 10 в минус 50 считается нулем, пренебрежительной малой, с которой не стоит даже считаться. Это, начиная от 10 в 59 тысяч, в 599 тысяч. То есть, ну, то есть, такая система, чтобы она возникла случайно, ну, нужно, в общем, нужно постараться. И то же самое со всей Вселенной. Вы возьмете всю Вселенную, как вращаются планеты, все принципы, которые работают в любой, вообще, в любой сфере, в любой среде, это просто, ну, просто нереал. То есть, здесь часы, как бы, не то, что отдыхают, а просто вообще не идут ни в любое сравнение. Несколько цитат на эту тему, да, нобелевский лауреат Хойл, да, его зовут. Скорее, торнадо, пронесшийся над свалками металлолома, соберет из валяющихся там обломков Боинг 747. Это, кстати, наш ребят. Ну, или я слышал такую еще аналогию, да, это как будто взрыв на печатной фабрике создал книги и библиотеки. Ну, взорвалось и создалась библиотека, да, ну, примерно так выглядит. Ну, то есть, если все случайно. Ну, понятная аналогия, да. То есть, вот это, вот это... А вот это... Это много спорили там, ребята, ученые, да, то есть, в общем, если весь мир, если всю вселенную, всю галактику заполнить обезьянами, то одна из них когда-нибудь играет Моцарха. Поможет ли? Ну, очень сомнительно. Ну, что? Целую сонат от начала до конца, такой минут на 10 прям, целиком, да? Ну, верю в это. Ну, как бы, чтобы на это поставить, нужно быть сильно верующим. Что это, ну, как бы, что это произойдет? Или в битанских ученых? Как-то в Храбиакиве пришел грек какой-то, по-моему. Ну, и там греки были разные, были, которые прям доказывали, что Бог есть, а вистотель из них. Он прям был такой верующий. Ну, то есть, он прям доказывал. Несмотря на то, что он говорил, что мир вечный, он говорил, что Бог есть. И это показывал. Теперь в Храбиакиве один раз пришел грек и говорит... Ну, что-то он был вообще не, вообще говорил, что ничего такого, ничего такого нет. Он приходит к Храбиакиве, смотрит, красивый текст такой написан. Он говорит, а откуда текст? Он говорит, это я чернили запихнул, пролил, и вот текст получился. Он такой, типа, ты меня что за... Ты за кого меня держишь? Он говорит, а ты меня за кого держишь? Вот такой примерно диалог у него. То есть, и Рамбов говорит, да, интересно, в чем физка этого доказательства, что, в общем-то, посредством созерцания и понимания всех вот этих процессов, всей вот этой темы, можно... Ну, то есть, это то, чем можно пробуждать в себе любовь к Богу. То есть, когда ты понимаешь, что... Ну, просто вот один человеческий организм, что это и что там... То есть, ну, то есть, это абсолютно непостижимое количество процессов существует для того, чтобы вы просто здесь сидели одновременно, и которые непонятны, как это все работает. И это у нас такое теориологическое... То есть, цель порядок. То есть, упорядоченная система, ее должен был кто-то упорядочить. Сделай стамент, прошу, да, Свет? Не, я атомогичировал, но там... Давай. Это доказательство, то есть, первые два, они такие мощные, это больше для ознакомления, но оно очень прикольное. Антологическое доказательство. То есть, сейчас мы что брали? Мы с вами брали реальность и говорили, смотрите, из реальности мы делаем определенные выводы. А это наоборот, и в некоторых науках так и применяется, что мы... У нас есть слова, то есть, мы опираемся не на реальность, а на разум. В разуме есть понятие. Мы берем понятие, и из понятия доказываем что-то. Как оно звучит, да, это просто для ознакомления, чтобы знать, что такое есть. То есть, если прошлое, то от действительности к понятию, то сейчас от понятия к действительности. Работает так. Бог — это совершенство. Понятно, да? Совершенство. А обязательный аспект совершенства — это существование. Потому что, если оно существует, оно не совершенствует. Значит, что он существует? Как он? Шахимат. Шахимат. Ну, не поспоришь, как бы, да? Но это по-разному. То есть, есть разные подходы в совершенно разных философских экономических учениях. Кто-то говорит, что ты можешь взять действительность. А кто-то говорит, что за действительность. Ну, солнце встает каждый день. Это не значит, что оно завтра обязательно встанет. Может, не встанет. То есть, ты не можешь опираться на действительность. Ты должен опираться на разуме, на понятие разума. Из разума мы можем вот такую штуку вывести. Бог — это совершенство. Совершенство обязательно есть. Иначе оно не совершенство. Какое он тогда совершенство? А такое дело? Значит, Бог — он есть. Потому что совершенство есть, и Бог — это совершенство. Можно пить? Есть, пить. Можно батюшки, кстати, пить. Хорошо. Это третье такое для общей... Ну, прикольно, да, такое? Мозги развивают. Четвертое — это из истории. Эти темы глобальные с вами уже занимались. Это тема вот этих норм и еврейской истории. Пол Джонсон, да, которому уже несколько раз приводили, да, там, в разных изданиях, путешествие по Израилю говорил, ну, думал, да. Если сегодняшний историк оказывается в долине Херрона, он невольно задается вопросом. Где они, те люди, которые когда-то жили здесь? Где ж на они, где эдомиты? Где они, древние элины и римляне, византийцы, франки, мамилюки и турки? Мамилюки, хорошо. То есть, они канули в бездну времен, а еврейский народ по-прежнему здесь, в долине Херрона. К чему это относится? Мы с вами говорили, что естественное... Любое естественное событие, оно повторяет себя. В этом суть естественных природных событий. Повторяется естественно, не повторяется естественно. Подобные истории... Ну, то есть, это как бы доказательства из истории. Подобной истории еврейской нету. То есть, ну, не существует аналогов выживания так долго в таких условиях и так далее. То есть, это, в принципе, еврейский народ, это сверхъестественная, абсолютно сверхъестественная штука, сверхъестественное понятие, которое... То есть, если я... Вот здесь стакан, да, вот вода начнет лететь вверх, да? Какой вывод я делаю? Это событие неестественное, она обычно летит вниз. Теперь, если она летит вверх, значит, есть какой-то из вне системы, какой-то дополнительный фактор из системы обычных факторов, что заставляет воду подниматься вверх. Да, теперь евреи, это вот эта вода, которая летит вверх, потому что их статистически существовать не может. Бердяев. Судьба еврейского народа с точки зрения материалистической судьбы, она совершенно необъяснима. Нужно сказать, что со всякой материалистической и позитивно-исторической точки зрения этот народ давно был должен перестать существовать. Мы же с вами приводили просто массу цитат, что-то того, что они вечные и непонятные. Ну, просто я, мне кажется, прожужжал уже все уши этим, да, на той презентации. И дальше сюда тоже можно вписать все эти 10 вопросов, которые мы с вами задавали, да? Как вдруг человек мог за раз все это придумать? Как можно увидеть в этом все человека? То есть, это все нельзя подставить под вот это естественное событие. Очень тяжело постараться, да, это сделать. Только при таком количестве можно изменить человечество. Как можно так выживать? Как можно быть единственной образованной нацией на такой промежутке времени? Как можно вернуться назад через 2000 лет? Как может быть текст, не изменившийся за столько лет? И как может быть ненависть к одному народу, несмотря на то, что он там меняется, бывает бедным, богатым, счастливым, несчастливым? А это как раз это самая шокирующая информация. Ну, должно быть. Социологически евреев сегодня должно быть больше миллиарда. 3000 лет, да, ну, как бы люди размножаются. Должно быть больше миллиарда. Теперь, но при этом при уничтожении и ассимиляции мы как бы имеем то, что имеем. Сколько там? 18 миллионов сейчас мы имеем, да? Из миллиарда. Это из миллиарда это сколько? Если миллиард это тысяча миллионов, то, грубо говоря, даже если мы это 20 миллионов евреев, сколько это? Одна пятидесятка? Нет, 0,02. Не, не 0,02. Ну, даже одна пятидесятка, я даже скажу, да? Теперь как можно уничтожить 49 пятидесяток и не доубивать эту пятидесятку, если в 3,5 тысячи лет все только это и пытаются сделать? Ну, проблема, да? Ну, то есть непонятно. И там, ну, в одной книге я читал очень много, ну, как бы, то есть там микроскопические, там, в этой, например, да, вот в этой всей фашистской теме, да, там микроскопические изменения евреев бы не было, да? И так каждая история, каждая война, которая у евреев происходит, она происходит неестественными событиями, так что они все-таки выживают. Теперь здесь может возникнуть вопрос следующий на всю тему. Знаете, какой вопрос? Вопрос такой, что если... Мы говорим, да, что эта штука, она доказывает, ну, противоестественность еврейского народа. На этом можно задать вопрос другой, что... Но мы видим, что еврейский народ просто страшно страдает из поколения в поколение, и все, сколько он существует, количество этих страданий, может быть, это, наоборот, то, что, как бы, доказывают, что Бога нет, вроде нет, что если евреи так мучаются. Поняли этот вопрос? Да? Выживают-выживают, но а почему столько мучений? Где Бог, когда евреев мучают? Как только мы перестаем относиться к себе как к евреям, то тут же, как и прочие народы, подпадаем в действие обычных природных процессов. Начинают править обычные законы истории, а по законам истории еврейский народ попросту не должен был существовать. В общем, кто говорит, что он не еврей, их начинают рубить, и это то, что... Ну, вот, например, то, что в Германии произошло, да? Это прикольное... Ну, то есть, то, что я нашел, что это... Причем 1917-й год, Раф, я не сказал. Именно те люди, которые называют Берлин и Иерусалимом, и которые говорят о том, что немцы избранные нации, именно они в соответствии с парадекциальными законами еврейской истории настраивали немецкий народ на то, чтобы нас уничтожить. Мы уже обсуждали несколько раз эту тему. То есть, в общем, итог такой. У нас есть нормальный... Это прописано в Торе прямым текстом, да? Что будет, и если так будет, то будут какие-то последствия. Теперь нам... У нас изначально прописано, и мы знаем изначально в самой Торе, что будет, если еврей скажет, что я хочу быть как все. И то есть, на это у нас есть ответ. А как бы, как естественно ответить на вопрос, почему мы до сих пор здесь, и то, что вы здесь сидите, это вещь, которую, естественно, никак объяснить невозможно. На это естественно образом ответить сложно. Это у нас уже четвертое, да? То есть, у нас есть цель, да? Нет, первое – это начало. Изначало. Второе – из порядка и сложности. Третье – из самого понятия совершенствия Бога. Четвертое – история. История – то есть, совершенно противоестественная тема, которой тоже должен быть какой-то внешний источник. Ну, аж что вода летает. Едем дальше. Когда мы делаем перевер, похоже. Минут через десять я делаем перевер. Доказательство следующее у нас из морали. Это доказательство, оно подходит… Из морали. Из морали, да. Это амаарально. Амаарально. Да. Как бы, это доказательство, оно, скажем так, не для… Оно для тех, кто считает, что есть некоторые абсолютные моральные нормы. Например, что убивать – это объективно плохо. То есть, это не просто что-то, что приняли, а это реально плохо. Так? Сначала посмотрим кусочек истории. И сказал Абвемелих Авраам, что увидел ты, чтобы сделать такое? Что сделал Авраам, кто знает? Кроме вас, это. Что сделал Авраама в Амелиху, что, почему у них были проблемы? Что сделал Авраама… Вопрос на мотик. Приводай. Можешь сказать, что она сестра? Это тоже. Это был бы… Ну, а стоп, за эти казачки. Ладно, мотик решал. За сенали. Религиознообразование. Это бесплатно. Религиознообразование. Религиознообразование. Ладно. Ну, действительно, непонятно, да, в школе всегда так. Кто знает, не говорить. В смысле, а кто тогда будет отвечать? Окей. Он сказал, что ты моя сестра, потому что… Она действительно была какой-то выемной сестрой. Потому что они были люди несколько аморальны. Чтобы он Авемелих не убил его и не забрал себе Сару. Авемелих он действительно потом начал на Сару… Насару глаз положил. Начались из-за этого проблемы. И он приходит к Аврааму, говорит, блин, ты соврал бы у меня там… Ну, у них это болячка. В общем, у них там все… Начали серьезный цор, с ним Бог сделал. И Авраам говорит, ибо… Ты почему сказал, что сестра не жена? Потому что я сказал себе, нет страха Бога на этом месте. Убьют меня из-за моей жены. То есть, нет страха Бога – убьют. Это как бы идея. Кто знает, чья это стата? Если нет Бога, все позволено. Антисемит такой один был, достает его фраза. Фраза хорошая. Вот. Доказательство из морали. В чем оно заключается? Почему убивать плохо? Почему убивать плохо? Я думаю, что не ты должись. А? Почему что? Не ты должись, почему ты их будешь забирать? То есть, ты говоришь, что это логика какая-то? Ну да. Нитровый – чужой. Так это тоже выходит из того, что нельзя брать чужое. Кто сказал, что нельзя брать чужое? Вот. Я про это и говорю тебе. Ну, если он отчаялся, то можно. Ну, не ты должись. А, забрать могу. У меня? Ну, любую такую логику я могу привести контр-логику. Ну, ладно. Давай по-харму. Что делает это плохим, да? Кто сказал, что это плохо? Смотри, закон. Что делает это плохим? Всего. Это люди приедут. На свежалер уже написано, не убивать. На свежалер. А? Нормы? Не совсем, но близко к тому. Да, близко к тому. Давайте посмотрим, какие доводы есть, ну, то, что ты сейчас сказал, какие вообще доводы есть, что вот убивать плохо. Это, 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 вот это доказательство, оно как бы для тех, кто считает, что это абсолютная, ну, то есть это абсолютная некоторая норма и зло. То есть тот, кто считает, что норм как бы нет и все, все фигня, то это не совсем подходит, ну, прикольно будет, да? Либо, ну, кто хочет отмазаться, да, и сказать, что не лезьте мне в эту, в тарелку со звениной, да, тоже как бы отмазаться может быть. Ну, как бы для тех, кто считает, что есть некоторые абсолютные моральные нормы, которые человека прописим, по которым он должен жить, это очень хорошо подходит. Первое, так диктует абстрактная логика, да, некоторая. Не делай другому то, что ты не хочешь, чтобы делали тебе, а ты же хочешь существовать. Не делай вот то, что Влад сказал. Во-первых, какая абстрактная логика? Были, например, высокообразованные офицеры, да, в Камикадзе, которые, в Камикадзе они были, да? Для них, например, честь их страны и честь личная, ну, у них там японская история и во многих других странах, видать, для людей ценность существования была ниже, чем какая-то другая ценность, и они умирали из этого, да? Раз. Два – это то, что, ну, убийство действительно, ну, можно тоже рационально придумать, почему оно выгодно. Ну, то есть, мне сейчас выгодно для того, чтобы тебя не было. Тоже могу это рационально обосновать. Можно придумать какие-то разные ситуации. Есть еще какие-то варианты. Кто-то так решил. Если кто-то так решил, да, государство так решило, общество так решило, есть срок. Почему он решил, а не кто-то другой? Ну, если человек какой-то решил, что IQ у него больше, что цвет кожи, что ему позволяет решать? Почему он решает за остальных, а остальные не решают? Это во-первых. Во-вторых, до того, как был человек, как он существовал, что было до этого? Была такая моральная норма или нет? Как до этого жить? С государством то же самое. Почему именно эта страна? И что было до того, как эта страна постановила эту норму? И, да, нормы прошлого мы с вами тоже уже изучали. И большее человечество… Можно еще сказать, что большая часть человечества так считает? Большая часть человечества считает, так это нормально. Ну, во-первых, во-первых, поколения меняются. Во-вторых, история, мы уже с вами видели, история вообще не такая. Считали, что убивать нормально. Убийство было нормой. Даже собственных детей убийство было нормой. На что здесь полагается? И, да, и что теперь можно сказать, что это было когда-то давно, но вот там 70 лет назад, да, это было великим благом, да, убивать евреев. И самый прикол в том, что там только меньше 20% стран сказали, э-э-э, ребята, завязывайте. То есть это было не большая часть человечества. Только вот там, ну, есть перечень, там 19, по-моему, стран, что ли, которые откликнулись и сказали, что, ну, типа, это некрасиво, надо что-то с этим делать, да. Остальные, как бы, на эту тему, что евреи там в камерах… Ну, просто, ну, они, так сказать, не приняли участие в этом. Подписали это, чего бы то ни было, да. Убивать неестественно еще, можно сказать, да. Но в природе все время все убивают и умирают. Ну, как бы, естественный процесс. Ну, в природе это сделано для еды. Ну, для еды, да. А не просто, да. Ну, можно есть людей. Ну, в общем, нет еды, есть людей. Ну, в чем проблема. В общем-то, единственное, что на все эти вещи есть какие-то контраргументы и непонятно, как на них можно основываться. То, что там можно установить как норму, это если что-то сверхчеловеческое, сверхобщественное, сверхприродное, некоторый моральный арбитер установил, что убивать – это плохо. Ну, иначе оно как бы не клеится. Иначе, как бы, любой довод – а кто сказал? Ты кто такой? Тебе кто дал право? Диплом получил? Какой диплом? Кто университет открыл? Ты кто такой вообще? Да отстань от меня вообще, а я глухой, я не знаю, что ты хочешь. Ну, то есть, это все не работает. И плюс исторически мы видим, что просто приходит один и рассказывает одно, а другой – другое. И нет никакой абсолютной моральной нормы. Если кто хочет абсолютную моральную норму, то, как бы, зеленый свет, он только здесь и больше. Он нигде не горит, ни в каких-нибудь соусах. Веринать, сейчас я подумаю еще одну с вами из сознания. Давайте это мы уже после перерыва. Перерыв 7 минут. Следующее, шестое. Шестое доказательство из сознания. Что за доказательство из сознания? Очень просто, смотрите. Как работает сознание? Работает оно, если просто, то вот так. Вау! Эффект. Расширяется. Расширяется, расширяется. Ну да. Следующее, в чем идея? Ребенок. Ну, уже мы об этом говорили. Ребенок. Для него, значит, солнце – это что? Это? Все. Это не все. Это не все. Это точка плоская. Это плоская штука, которая печет на каком-то экране над головой. Да? Потом он оставит и узнает, что это не плоское и что оно круглое. и что оно восемь, там, минут цвета будет, да? В общем, восемь минут цвет идет оттуда. И что оно на огромном, на огромном расстоянии от земли, что земля крутится, и что она вокруг солнца крутится, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это процесс, процесс, процесс познания идет. То есть идет у любого человека, у некоторых он там где-то с двадцать уже этот процесс закачивается, но как бы в идеале, да, он как бы этот процесс, он идет до конца жизни. То есть, постоянное расширение сознания, постоянное увеличение количества знаний и постижение мира, ну то есть охват и уровень мудрости. Он постоянно увеличивается. Теперь, с чем мы здесь сталкиваемся, что, ну как бы, у тебя было некоторое знание, что солнце сначала оно какое, оно какое-то красное, да? Супер. Потом, ну и там белое. У тебя какое-то романтическое очень представление солнца. Ну белое, рыжее, неважно. Потом ты узнаешь, что, что-то еще, уже в другой системе, как раз, что оно там и круглое, и такое, и цвет, он от температуры, в зависимости от... И ты узнаешь, узнаешь еще больше, еще больше, еще больше. До того, как ты... И то же самое, то есть теперь переходим во внутренние инсайты, да? В самопостижение. В самопостижении то же самое. Я не знал, что я так это воспринимаю, это вот так. А я не знал, что это так, а оказалось вот так. У человека всегда сознание это расширяется. Теперь, то, что ты имеешь сегодня, это некоторое количество знаний, да? То есть это знание. Но потом ты получаешь новый какой-то блок информации, и у тебя вообще вся система меняется. А оказывается все вот так, а как я без этого жил вообще до этого? Как я без этого жил и как это? Как я вообще по-другому смотрел на мир и не понимаю? Как работают сознания? Теперь, тот, кто занимается вот этим процессом регулярно и теленаправленно, он четко видит, что этот процесс постижения и увеличения знаний, он может происходить бесконечно. То есть получается, что есть некоторая область знаний, в которой ты набираешь все больше и больше знаний. Но эти знания до того, как ты их получил, они были. Вот эта область, куда мы расширялись, да? Оно было, эта информация, эти факты. То есть нефть, которую выкапывают, то, что ты ее выкопала, это не то, что она появилась, она там была. Теперь, вот этот процесс постижения, любой человек знает, что он может продолжаться бесконечно. Ну, то есть ему нет предела, и чем больше ты узнаешь, тем больше ты узнаешь, что там есть что-то еще. Вот ты понимаешь, что этот процесс бесконечный. Значит, есть некоторый бесконечный источник вообще всего знания, в котором ты расширяешь свое сознание. То есть оно более такое внутреннее, более глубокое, философское, но его можно так изнутри прочувствовать. То есть это как бы, это можно прочувствовать через какой-то инсайд, через вот это новое постижение. То есть вот это вот, вау, эврика. Что такое эврика? Это когда у тебя сознание узнало, что новый пас происходит синхронизация с подсознанием, которое ты уже знал. Круто, понял. Так работает сознание. Значит, есть некоторые бесконечные абсолютные знания. Оно было и до этого, и есть же область, куда это знание, собственно, увеличивается. То есть факты они были, просто ты узнаешь больше из сознания. То есть есть некоторый источник всего знания. То есть есть абсолютное знание, до которого можно расти, но до конца, видимо, если оно бесконечное, то до конца не расти. Это седьмое. Напомните мне в конце. Я думаю, что если мы успеем, то мы к нему вернемся. Оно очень крутое из разных жизненных ситуаций. Есть некоторая статистика, подсчитанная счастливых и несчастных случаев. Есть исследование психоаналитиков подсознания, и что оно выстреливает людям. Ну, как вот эти вот про клетки я вам говорил, да, что мозг сам понятия не имеет. Вы сейчас видите, что, вау, клетки. Мозг, он понятия не имеет о том, из чего состоится само тело. То же самое и с подсознанием. Подсознание знает то, чего сознание не знает в принципе. Может иногда человеку что-то намекать и выстреливать. Сны, там, ну, в общем, есть очень много таких вещей. И статистики случаев, и здоровье. Ну, это ведь мы, если у нас останется время, мы к этому и вернемся. Вот это очень прикольная тема. Вот это прикольная тема. Она такая необычная, такая, тоже пикантная такая. Кто-то, я думаю, что лучше сесть. Потому что плова поели и, так сказать... Думаю, что все будет за 40-х серьезно. Давай. Это очень прикольно. Доказательства из... Кто-то воспринимает и кто-то действует на нервы. Что за доказательства? Что это? Мозг. Я надеюсь, у всех голове он у нас здесь присутствует. Откуда ты знаешь, проверял? Нет, я отвечаю, есть. Думаешь, что это? Ну, будем надеяться. Тебе идти. Стереть шаблон, надо рушить. Так, хорошо. Что такое мозг? Это самая сложная система вообще в мире. бесконечное количество электрических средств. Вы чувствуете прохладно или тепло. Ты сейчас чувствуешь стул. Ну, видите, слышите, обоняете, чувствуете. Все органы вот эти. Что такое зрение, слух и обоняние по-настоящему? Что это? Электрические сигналы? Все вот это, это вот эта штука, которая у вас в голове, она принимает электрический сигнал. И зрение, и слух, и обоняние, и ощущение — это электрический сигнал вот здесь. Теперь по-настоящему то, что вы чувствуете, когда я вот так пальцами чувствую, что я вот так вот делаю, и чувствую это не здесь, а вот здесь, и мозг посылает мне сигнал, что это происходит где-то вот тут. По-настоящему все происходит только здесь. Теперь вы видите меня сейчас, да? Вот, например, некоторые там все еще сидят в телефонах и видят не меня, но, в общем, мы же это не внимательно. Так вот, значит, теперь вы видите меня, но по-настоящему вы меня вообще... Мозг, вы понимаете, он там темно, да? Он мира, но цвета белого не видел. Теперь то, что вы видите меня — это электрический импульс в затылке у вас. Эта картинка, она у вас вот здесь, которая каким-то образом там считывается, но это просто электричество. Такое же, как ваше... То есть, нет ни обоняния, ни слуха, ничего. Это просто импульс электричество, которое каким-то образом расшифровывается в то, что вы ощущаете. Идея понятна? Мозг сам, он там темно и ничего не чувствует, он никогда ничего не видел и понятия ни о чем не имеет. Саня, зарядка. Всё, да? Он под черепом, там темно, никакого контакта нету. Всё, что происходит — это... То есть, расстояние, например, тоже, да? Вам кажется... Мне сейчас кажется, да, что до дальнего расстояния... Сколько там? Четыре метра, да? Пять метров, не знаю. Четыре метра до дальнего. Расстояния этого тоже не существует, это моё восприятие в моём мозге. Всё в мире субъективно. Понятно, да? Это вопрос. Да, да, да. Это... Не-не, это вопрос. Это вопрос. Выключить... Нет, ну... Там можно протрить эту цепочку, и у тебя получится, что всё очень объективно. Выключить мозг теперь, представьте себе, и подключить его к компьютеру, к какому электрическому компьютеру, в шнур электрический подключить, который подаёт ему все точно такие... Очень хорошие... Все точно такие же импульсы, как вот вам сейчас... Биттока. Нет, как нервная система вам подаёт электричество, подавать ему точно такое же электричество, а его положить просто в стеклянную коробку такую. Просто в стеклянную, включить в него шнур и подавать ему питание, еду, чтобы он не умер. Как в матрице. Что будет? Так вот, прикол в том, что никто из вас не может доказать вообще никаким образом, что это не то, что сейчас с вами происходит. Мы в матрице. Понятно, да? Идея? Ну, это логично. Плюс-минус. Да, вот, стопер. Ну, как бы... Ну, надо до этого дойти, да? Всё-таки просто... Ты хотел, чтобы я этого не говорил, а то это логично. Ты хочешь, чтобы я говорил, мне логичные вещи? Я хочу, чтобы ты доказал, что... Идём дальше. Рэг. 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 Нет, здесь я сейчас не это буду, а я буду сейчас другое. Мне надо доказать, что всё объективно, что есть плохо отсюда. Так? Теперь смотрите. Очень интересно, да? Теперь... Понятно, всё образ. Мозг сам ничего не знает. Теперь вытащить мозг, подсоединить к нему шнур, который будет ему подавать те же самые сигналы, вы будете чувствовать тот же холодок, как кондиционер, вы будете думать, что вы сидите, чувствуете, живёте. Хотя по-настоящему вы какая-то фигня в коробке. Понятно, да? Это реальность. Вот так работает мозг. Теперь мы идём дальше. По-настоящему нету ни комнаты, ни тела, и всё это только... Это электричество, которое почему-то таким образом воспринимается кем-то тоже непонятно. Ещё давно греки задали вопрос, а кто же тот человечек, который сидит внутри человека, собственно, воспринимает? Кто же я? Кто же я? В смысле, сигналы происходят, а кто их берёт? Да? Это ответ, в общем-то, про душу уже. Да? Что? Очень интересное ощущение, когда... Я никогда спортом таким активным не занимался, но вот начали бегать по утрам, и вот в 30 минутах, в 30 минутах от бега очень интересное ощущение, примерно минут 5-7, когда просыпается второе дыхание, ты уже бежишь, у тебя тело как машина, а ты вот смотришь, реально как бы сидишь в голове, то есть ты не чувствуешь уже бега. Можешь бежать очень быстро, прямо сверх быстро, но... Отключаешь. Отключаешь всегда, ты отключаешь сознание от тела, но можно вообще бежать и испытывать боль. Ну, вообще понятно, вот всё, что с нами происходит. А теперь можно и без следующего шага... Слышишь? Можно и без следующего шага, который я делал, но это тоже прикольный шаг, который... Ну, то есть без него логическая цепочка тоже работает, но как бы интересный тоже момент. Теперь, если выключить мозг, да, теперь вот взять у кого-то мозг, то он будет чем? Он будет для меня точно... Не-не, вот я беру, вот я беру вот этот... В руки мозг. В руки мозг. Для меня это точно такой же электрический сигнал. Понятно, да? Сам мозг, который у меня в голове, он как бы, если я его беру, ну, для меня это точно такой же электрический сигнал, который я воспринимаю. Который, ну, как бы... Некоторое просто электричество, иллюзия какая-то в моей голове, которую я почему-то так воспринимаю. Теперь, кто тогда воспринимает, да, вопрос? То есть, если сам мозг, он часть вот этого всего, вот этих... Тогда у меня возникает вопрос, кто воспринимает? И, в общем-то, если мы идём в эти рассуждения до конца, то я могу сказать однозначно только одно. Что кто-то действует мило нервно. То есть, вот этот пункт можно пропустить, если мозг вытащить, это как бы и так чувствуется, да? Ну, тут ты ещё его вытаскиваешь, да? Ну, и что? Ну, это одна из воспринимаемых вещей. Тогда кто воспринимающий? Это раз вопрос. Ну, и второе, что очевидно, что кто-то действует мило нервно. Вопрос. Я ничего не понял. В смысле, ты высовываешь, грубо говоря, мозг из человека, и хочешь спросить, кто тогда в нем остаётся принимающий? Или как? Я неправильно понимаю. Сам мозг я беру? Сам мозг берёшь, да. То есть, теоретически я мог бы даже вытащить... Почему вопрос? Теоретически я мог бы как-то технически, наверное, даже вытащить свой собственный мозг, если то как-то научились делать. Не упасть. Просто вот так вот на него посмотреть. Ну, или камеру там. Камеры посмотреть. Это такая же штука, которая воспринимается электрическими импульсами. Вопрос, кто смотрит тогда, если это не сам мозг? Есть некоторые воспринимающие вне мозга. Ну, короче, всё, давайте дальше пойдём. Есть какая-то воспринималка вне мозга – это раз. И даже если мы этого не скажем, по-любому есть кто-то, кто действует мило нервно. То есть, есть что-то, что поддерживает вот это существование и воспринималки, и есть какое-то... Мне кажется, это очень... Ну, я понимаю, наверное, это первый раз сложно немножко, может, я немножко криво объясняю, но как бы... Ну, это... Не говорите! Не говорите! Нет, если ты берёшь... Если там в затылке сидит ещё один человечек, то тогда он просто... А там кто воспринимает, да? Ну, в итоге здесь, по этой типочке, ты, может быть, не только одному выводишь. Это должно быть вне материальной штукой. Вне мозга есть не... Конечно, вне материальной штукой. Тогда тебе не надо уже спрашивать вопросы, а что дальше? Потому что это штука не материальная. Почему должен быть кто-то, кто воспринимает, ты мозг вытащил, у тебя... Мозг – это то, что принимает... Ладно, 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 всё, давай без этого пункта. Давай, пошли дальше, мы просто не успеем. Да, успеем. Но всё равно, даже если мы идём через мозг, то есть импульсы, но кто-то воспринимает... Ну, в смысле... Ну, мозг воспринимает эти импульсы, ты высовываешь мозг. Ладно, всё, понял. У тебя нет! Пошли дальше. Девятое – это из мыслей. Откуда берётся мысль? Где начинается мысль? Откуда берётся мысль? Если убрать религиозное, так сказать, воцрение некоторое и так далее, убрать Бога, убрать душу... Есть два варианта, как можно сказать, откуда берутся мысли, и две теории, и они разносят друг друга в пух и прах, что те, что другие говорят, да вы вообще непонятные, то есть нам даже, в общем-то, заниматься ими особо не надо. Первая теория – это циклическая, то есть, что есть нейроны, и они там гоняют электрический импульс, ну, это не отвечает на вопрос, а где, собственно, началась эта мысль? Ну, в смысле, она же начинается? Где начало, говорят, закольцовано. Ну, и в итоге человек – это просто циклическая непонятная штука, и всё, что вы думаете – это просто гоняется электричество. Ну, и типа, тогда нет ни начала мысли, ни смысла в мыслях, ни вообще мое существование никакого смысла нет. Понятно? Но это не отвечает вообще на вопрос – а где начало? Вторая теория – она из сложности. Что значит из сложности? Может, самый сложный, значит, кусок материи, да? Получается, в общем-то, что эти говорят на этих? Получается, что если поставишь огромное количество электростанций вместе, они в какой-то момент обретут сознание и скажут «Я». Ну, в общем, вот так друг друга они разносят, да? Второе – это что? Из сложности? Из сложности. Ты просто соберешь кучу стульев вместе, ну, типа, если слишком сложная структура, то она решит, что есть «Я». Ну, и эти говорят, ну, типа, ну, окей. Вот такие две теории. Ну, как бы, кто хочет так объяснять, можете так объяснять. Теперь объяснение, которое… Единственный вариант – это то, что есть, опять же, внематериальный источник, который является началом, у него у самого нет начала, то есть, это душа, которая непосредственно связана с бесконечностью и с Богом, она присылает этот первый импульс мысли, и дальше уже идет там… и со всеми логическими следствиями, и то, что я сейчас стою и болтаю, то есть, у нас до конца это доходит до действий. Хорошо. Ну, то есть, здесь, как бы, тоже… То есть, можно, например, ну, если хотите, можете считать так, но оно… ну, лично мне не очень… Тут мысли и сознание… Тут мысли и сознание… Тут мысли и сознание… Они кривые, да. Тут и мысли и сознание… То есть, смешалось в этой теории, вот это, ну, 9-й, и мысли и сознание. Если система сложная, то он говорит «Я», а тут откуда мысли берется? Мысли и сознание – это разные вещи вообще. Не понял, собственно. Откуда берется мысль? Ну, мысль, а там сознание… Ну, типа, сложная система, она назовет себя «Я». Ну, типа, сложная система – это не мысли. Хорошо, ты составишь кучу электростанций, и они начнут думать. Так себе лучше. Ну, пошли дальше. Дальше очень прикольное и очень… То объяснение, которое человек может очень почувствовать. Санька, присядь, пожалуйста. Как объяснить, например, благоговейный трепет перед закатом? Ну, то есть… Чувство, приятное ощущение… Любое, благовое, моральное… Стремление к большему. Вдохновение… Ну, то есть, зачем? Зачем? Зачем, как бы, с точки зрения выживания генов? Ну, сейчас будет списочек, только хорошенькие вопросы на эту тему. Зачем, с точки зрения нашего выживания, эволюционного, там, сохранения, представляете? Ваша задача в жизни – это сохранить гены. Супер. Позитивная история. Теперь, значит… Зачем, со всей этой точки зрения материалистической… Зачем нужен благоговейный трепет, там… Или какое-то чувство… Красоты… Красоты… Чувство Бога… Зачем нужен Бог? Ну… Тогда… Да… Ну, зачем? Ну, смотри… Да, смотрите, вот очень прикольно. Почему, порождённая взрывом, жена обидела? Зачем молекулы ищут смысл жизни? Почему стыдно прожить бесцельно? Почему миллиарды лет тебя не было, а тут ты вдруг… Стал… Стал… Ты… И потом кончишься, типа… Чё вдруг? Да? Как всплеск энергии породил разум, науку, творчество… Ну, и можете продолжать бесконечный список… Ну, да… Почему молекулы изучают самих себя? Почему им нравится музыка? Почему они предпочитают Бетховена, не любят Моцарта или там… Ну, в общем, да? Музыка… Зачем? 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 Выживание видов – музыка! Ну, зачем? Ну, зачем? Зачем? Зачем им этика и мораль? Как случайно обсуждает направленное? Вот мы сейчас всё это время сидим и… Ну, просто куски случайного… Набор какой-то случайной фигни… Это классный вопрос, да? Какой-то цикличный, сложный, бредовый какой-то набор… Сидим и обсуждаем направленное… Обсуждаем любовь, Бога, мораль, этику… Ну, зачем? И зачем вот это существо идёт, например, на самопожертвование? Вот эти все вопросы, этот список, вы можете продолжать их бесконечно. Всё, что касается конкретных человеческих качеств… Это всё, ну, просто… Ну, вы с точки зрения материи… С точки зрения материи и материализма, вы на это не ответите. Ну, а здесь уже легко, потому что есть объективная штука, тогда есть объективная реальность. Ну, хочешь отдельно, сядем, я тебе по каждому из этих покажу, почему мы должны… Одиннадцатое из… Слышал про коды в Торе, нет? Да. Оно такое же? Оно другое. Оно другое. Это не… скажем так… Это не то, почему… Торе – это тоже коды для… То есть, доказательства, доказательства… Я вам уже… Доказательства, доказательства… Я вам уже приводил на самом первом занятии. Коды – это такой, скажем, десерт. То есть, это не то, почему мы верим, но здесь есть вещи, которые просто… Прям… Можно иногда просто обалдеть. Да? Веленский Гаун говорит, да, что в Торе записано всё. И что было, и что будет. Ну, и там лет двести назад начали находить вот эти коды, да. То есть, Веленский Гаун не имел в виду конкретных кодов, но, может быть, это вот эта идея. Теперь, например, как выглядит этот код. Да, один из вариантов. И это я вам сейчас покажу. А другие варианты – это… Ну, просто объясним самые известные, например. Смотрите, да. Вот это один кусок Торы, да. Ну, там, с определенным интервалом букв. И в одном месте, на одном клочке бумаги у вас… Причем, там они всегда подходят по контексту. То есть, здесь у нас в контексте какой-нибудь Йосеф, который там с фараоном что-нибудь воюет. Не знаю, что-нибудь такое. Теперь, если вы начинаете считать определенными интервалами через буквы, то у вас получается, например, вот такая штука, да. Ну, то есть, это перевод уже. То есть, атака – тысячи людей. Бен Ладен – убийца двойных башен. Это… Да ну, ну так можно поймать в любой… Да и ты говоришь в любом. Да и ты говоришь в любом. Нет? Да и ты думаешь… Это математически вычисляется. И ты думаешь, они взяли военную мир и начали так же читать. Там есть ряд проблем, что не получается. Теперь, сейчас я скажу код, который лично меня… Это раньше в 2017? Во-первых, у тебя… Ну, тут Влад красавчик! Во-первых, конечно, на эту тему много спорят. Во-первых, у тебя, скорее всего, не было… Теперь код, который был найден самым первым, и он самый нереальный, который ты не найдешь ни в одной книге, это код называется очень просто – Тора. Что за код Тора? Ну, 49, знаете, что такое по Торе? Ну, 49 – важное число такое, да? Семь на семь. Семь на семь – это много духовных идей. Почему именно это число? Это полное выражение материальности. Это семь на семь. Пятьдесят – это выход за материальность и так далее. Каждые пятидесят… Ну, и код этот написан с интервалом 50 букв. Каждая пятидесятая буква. Мы открываем берешить. И вот первое Т в Торе. С нее вы считаете 50. Следующая пятидесятая буква – это О. А? Ну, почему 100 именно? Ну, потому что… Ну, сейчас скажу, что мы считаем, что получается. С первого этапа вы считаете первое Т в Торе. Считаете, у вас получается Т, потом 50 О, потом 50 Р, потом 50 А Тора. Вы открываете самый конец книги «Берешит» и берете самую последнюю букву «Гей». У вас получается точно так же через пятьдесят, через сорок тысяч букв Тора. Вы открываете вторую книгу «Шмот» и у вас с первого Т получается Тора. Открываете самый конец книги «Шмот» и у вас получается с последнего «Гей» тоже Тора. А вы открываете последние две книги и там получается прикольно. Там получается то же самое в начале и конце книги, только слово наоборот. То есть в этих двух книгах оно в правильном порядке четыре раза получается, да? Две книги раз-два, раз-два. В этих книгах оно идет в развернутом порядке раз-два, раз-два. А в Вайхре, в середине книги, там с таким же годом, по-моему, то ли в самом начале, то ли в самой середине, там имя Бога с точно таким же интервалом. То есть ты не найдешь ни в одной книге в мире, чтобы «Война и мир» с первого «В» у тебя каким-то интервалом… Какой бы ты интервал ни взял, у тебя там не получится «Война и мир». Какой бы ты интервал ни взял… Только если это не было заложено… Только если это не было изначально заложено Атомом. Теперь Сатур, она пронизана вдоль и поперёк вот такой темы. Но ведь Сатур с тем же... Это не то, почему мы верим, это прикольная вещь, её можно как-то опровернуть и так далее. Лично для меня вот это первое, то есть вы не найдёте ни одну книгу, где будет Войну и Мир, которую ты сам не будешь... Хорошо, теперь второй код, который я вам сейчас расскажу по-быстрому, это код Рамбон. Как-то пришёл к Рамбону, к Рамбону пришёл один человек, который отошёл от веры. Ну вы говорите, что в Торе есть всё, говорите, скажи мне, где в Торе есть Рамбам. Он говорит ему следующий послуг, работ муфтим бе-эльц-митсраем. Ре-ме-бе-ме, да, он взял первые буквы четырёх слов, там был взятс-ра-ме-бе-ме, Рамбам, да, то есть аббревиатура. Как переводится, как это послуг, это что он был у фараона и увеличил Бог, работ муфтим бе-эльц-митсраем, увеличил чудеса в земле египетской. Рамбон был в Египте раз, он был там чудесным врачом при главном Египте, это два. Но это только начало истории. Теперь, какая книга, которую написал Рамбон? Самая известная. Она называется Мишне Тора. Мишне Тора, книга называется. Мишне Тора, это книга, то есть Рамбон жил через две с половиной тысячи лет. Через сколько? Через две тысячи лет после дорывания Тора, да. Это раз. А теперь мы идём дальше, что, по-моему, от последней вот этой мем, что он написал? Книга называется Мишне Тора. И что это было? Это была первая кодификация всех законов Тора и всех 613 мислов, которые существуют. Мы считаем от последней буквы, вот это Рэмэ, Бэмэ, по-моему, от Мэ, мы считаем 613 букв. Вы слышите? 613 мислов Тора. Вы считаете 613 букв, про которые Рамбон написал свою книгу, самую известную, Мишне Тора. И на 613 у вас начинается опять с тем же кодом 49, Мишне Тора. Ну, это жесть, нет. Ну, как бы, ну, то есть, ну, Раб Захарий там, он сказал, я, говорит, не поверил. Я сел и считал 613 букв с того места. Ну, как бы, ну, то есть, ну, можно сказать, что мы это придумали. Ну, понимаете, то есть, у тебя есть Рамбон, который стал Рамбан уже тысячу лет назад, который жил сразу после Рамбону, Тора была дана ещё на две тысячи лет после этого. Теперь то, что обнаруживают сейчас компьютером, то, что через 613 букв после последней буквы Рамбон, опять тем же кодом 50-й буквы, где начинается название его книги. А в этих 613, промежуток этих 613 букв, там знаете, что? Там та заповедь, по-моему, там Песох как раз, что нужно приносить пасхальную жертву. А это первая митцвах, которая написана у Рамбома, что её нужно. То есть, первая митцвах, мечная Кора, вот в этих 613. Ну, нет, ну, нет, нет, ну, как бы, ну, по-моему, это тема. Есть ещё такая тема с Ишлом Пи, это вот вся удивительная вещь. Есть у царя Шломо, он в храме сделал такую, написано, там был круглый такой чан, ну, какое-то круглое море, в общем, какую-то круглую такую пиалу здоровую. И там вот этот КАФ, слово КАФ, вот эта окружность, она написана, есть такая тема в традиции, что слово пишется одним образом, оно читается другим образом. И это в скобочках на полях помещают, как читается и как пишется. У всех букв есть гематрия, вы берёте, вы берёте то, как слышится, делите на то, как пишется, у вас получается, то есть это название окружности. 49. Вы делите и делите, у тебя получается число Пи с ценным количеством знаков. 3, запятая, 1, 4 и несколько знаков после запятой. Там написано правильно, которые смогли посчитать только там в 1800-х годах, когда создали там то ли матрицы, то ли что-то такое, когда уже можно было легче считать вот эти цифры после запятой. Ты просто берёшь слово окружность и его звучит, то есть там, ну и бывает, что это звучит, если ты делишь одно на другое, получаешь число Пи. В числовом вреде? Ну, там как-то КАФ одно с ВАМом, другое без ВАВа, да, КВА, ну, КВА, я не помню даже. Вот такие темы есть. А число Пи, оно зачем? Число Пи – это соотношение, по-моему, диаметра, длины окружности к диаметру. Длины окружности к диаметру, да. И там написано количество цифр, которые посчитали только там в 1700-1800-х годах, когда новыми математическими – это просто тема, да. Ну, последнее, да, ну, не предпоследнее, ну, из сена – это то, чем мы с вами занимались в самом начале. Любое естественное событие повторяет себя, нету больше ни одного исторического события, которое бы создало феномен наличия группы людей без прерывания в цепочке передачи, которые утверждают, что группа людей это получила. То есть, есть 80 тысяч, было 80 тысяч всяких религий и культов, у них у всех есть какие-то пазлы. То есть, я любой пазл могу создать, что есть какое-то божественное откровение, что я мессия, что я… То есть, вот эти все пазлы можно создать, и они все повторяются из раза в раз во всех 80 тысяч религий. Все равно создать, кроме одного – чтобы группа людей, парить людям, чтобы группа людей получила… Ну, видела Бога лично. Аналогов нету, повторений нету, ну, как бы, естественные события не повторяются. Значит, был… Естетственные события повторяют, значит, они не естественные события. быстренько повторили, да, бомбу-тух, да, это из Синая, и последнее это, ну да, то, чем мы с вами занимались, из выгоды, да, вот это все доказательства, сейчас мы приводили, приводили доказательства, доказательства, можно сопротивляться, можно не сопротивляться, можно принимать, можно не принимать, тут есть вещи, как бы привели некоторые, очень мощные, некоторые для справки, но в конце концов, в итоге, да, мне это нереально выгодно, а если я облажался и выбрал что-то неправильно, то это страшно невыгодно, то есть нету вещи более выгодные, если я еду по этой дороге с точки зрения выгоды, и нету вещи менее невыгодные, если вдруг окажется, что я облажнулся, и все вот эти доказательства, они только двигают вот эту вот, ну, кланку вероятности, что это, что это правда, да, но как бы оно и без этой вероятности все равно вот эту штуку она перевешивает, ну, то есть, как бы, в общем, мне кажется, вся тема понятна, ну и последнее, да, что если нет смысла в мире, то нет смысла и в моей жизни, да, ну, в том смысле, это какая-то выдуманная непонятная, ну, я случайная фигня, которую выдумал какую-то фигню в свои годы, так, ну, и, то есть, принципиально быть, принципиально быть может. Супер! Соберем все вместе, может быть, мы вернемся к тому, к седьмому, честно, я подумаю, оно очень прикольное, там, фигональность, или, то есть, космологическое, да, повторим все вместе, соберем все в кучу, космологическое, это из начала, если есть начало, есть причина, причина следственных связей, вещь началась, вещь здесь стоит, я спрашиваю, почему? Весь мир начался, я спрашиваю, о чем тут? Должна быть причина, которая начала всю эту тему. Если мы говорим, что это взрывающаяся постоянно вселенная, то она, гадать, и схлопывающаяся, то она, гадать, закончится, схлопываться, потому что процесс эти заканчиваются, значит, она, гадать, и первая нас тоже взорвалась. Один и тот же вопрос остались, почему все началось. Теориологическое, это про порядок и про сложность, да, то есть, вот это сложно, ну, просто, ну, это, это невероятно, да, то есть, мы не часы, мы сложнее. Не точно сложнее, вот, ну, ну, вот, смотрите, вот, знаете, почему, вот, знаете, откуда этот айфон взялся? А сам. То есть, они в Apple просто собрались, а давайте прикольно будет, если будет одиннадцатый айфон, ну, так, чху, и появился одиннадцатый айфон, сам. Ну, как бы, в общем, ну, то есть, можно на это ставить, ну, сложно, сложно. Теперь, в любой суперсложной системе должна быть упорядочивающая сила, которая всю эту тему упорядочивает. Антологически это из понятия, да, это прикольно, не будем повторять. Из истории, из истории еврейского народа, что это неестественные события, которые не повторял, так не живут. Да, и то, что, ну, то есть, сама жизнь, это очень прикольно, это доказательство из меня самого. То есть, тот факт, что я стою сейчас перед вами, это доказательство сверхъестественного. Это, что вы здесь сидите. Ну, то есть, это нарушило тему всю статистику, которая, ну, то есть, все естественные законы. Из морали, то есть, тот, кто хочет сказать, что убивать это объективно плохо, то, как бы, других вариантов, которыми как, из вне системы, некоторых морально-ориентир, на что-то поставить сложно. Из сознания, да, из расширения сознания, что оно куда-то расширяется, ты куда-то больше узнаешь. Из здоровья сознания, что мы не успели. Кто-то действует на нервы. Про мозг мы с вами разобрали, да. Что все это образы в вашей голове, но кто-то должен воспринимать, и кто-то, очевидно, действует на нервы. Из откуда берутся мысли. Откуда берутся мысли. Цикличная система, да, или суперсложная система, ну, такое. Зачем трепет, музыка, этика, смысл и самопожертвование, и зачем взорванная жена обиделась? Зачем? Ну, зачем? Потому что подавленная процесса. Да, из годов, из нервы, ну, то есть, из единственной традиции, которая существует. И, в конце концов, даже если сказать, что все это, там, человек почему в итоге действует, потому что ему выгодно или не выгодно. Так это страшно выгодно, если ты делаешь по-другому, то это страшно невыгодно. Ну, эти весы мы с вами уже, мы уже с вами посмотрели. То есть, а что нет? Вот, такие дела. То есть, нельзя доказать, что этого нету, и куча доводов, что это так. Ну, и плюс вот этот непосредственно, там, код Синай, ну, плюс там, такая вишенка, да, может быть, в качестве вишенки. Вот эти коды, они еще показывают, помимо самого Бога, что Тора это тема-тема. Да, что Он ее давал. В общем, да, итог под этим, подо всем подведем, да, в общем, расслабы только два. Или ты говоришь, что Бог есть, и тогда нужно делать то, что Бог хочет. Или нужно против всей вот этой вещи поверить, что Бога нет. Ну, и тогда, ну, и тогда можно делать то, что ты хочешь. Некоторая заинтересованность в этом моменте есть. Чувствуете, да? Да. На правду. На правду. Нет, Бог есть, и тогда надо делать, что Он хочет. Или надо верить, что Бога нет, и тогда ты сможешь делать то, что ты хочешь. Ну, как бы, это выбор каждого человека. То есть, хочешь делать, что хочешь, ну, как бы, ну, придется, придется как-то, 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 как-то выкручиваться, не знаю. Бог есть, теперь Он создал мир. Создается мир, потому что, что-то создается, потому что есть на то причина. Причина, это чтобы оно как-то работало. В причине заложена цель. Да? Почему я хочу сделать стакан? Потому что в конце я хочу попить. То есть, причина и есть цель. Вы понимаете, да? Зачем я покупаю телефон, чтобы... Так, звонить. Теперь Бог есть. Он создал мир, он создал этот мир с целью. И Он дал средства, поскольку эта цель божественная, она нереальная, ну, она божественная и нереальная. Он дал свои же божественные и нереальные средства, прокинул в этот материальный мир, который Он сам объяснил, как они работают и что нужно делать, чтобы эта цель была достигнута. Которые нужно делать, чтобы эта цель была достигнута. И как был частью достижения, достижения вот этой цели. Ну, а конечная цель – это абсолютное наслаждение и совершенство человека. Цель тоже, мне кажется, достаточно интересная, выгодная такая, прикольная. Вот. То есть, это то, зачем создан мир. И, в общем-то, после всего этого, что можно сказать, это просто действуй. Мы этим закончили в прошлый раз. Что знание, не переведенное в действие – это мусор, который грузит в вашу голову. Любая вещь должна быть переведена в действие. Теперь легкий путь здесь – это сказал Бен Азай. Бен Азай. Беги за легкими свой. Мы прям можем любому тут бизнес-план сейчас расчертить. Вот есть я, есть Рав Ильеза. Что говорится из Бен Азай, очень интересно, да? У любого человека сейчас… Что не прибавляет написанное, у него будут проблемы. Теперь, у любого человека есть вещь, какая-то митва, которую было бы добавить себе очень легко. Ну, вот по-любому. При количестве митвот и всяких штук в Торе, какую-то маленькую вещь добавить, и было бы легко. Беги за легкими митвами, а митвот тянут за собой митвот, и все, и ты оказываешься просто в дед, в счастье, в шоколаде, в вечной жизни, и все хорошо. Вот, теперь те, кто не прибавляет, написано там же в Терке, а вот он не прибавляет, ну, как бы можно сказать, или умрет, или мертв. Почему? Ну, как бы, понятно. Ты не увеличиваешься, ну, значит, ты не живешь. Поэтому, ребята мои, действуйте. Мне кажется, я привел здесь, я уже тут долго объясняю вещи, уже, ну, как бы, понятнее некуда. Поэтому нужно все, что мы знаем, переводить в действие. Действие прописано, и почему это нужно действовать по Торе, понятно. Всем спасибо. Спасибо.